Французский художник В этом году в возрасте 20 лет он переезжает в Париж, чтобы изучать медицину. Вскоре интересы его изменились и он решает стать художником. В Париже подружился с художником Робером Делоне и поэтом Максом Жаковым, познакомившим его с Гиомом Аполлинеро. У Аполлинеро он встречается с Жоржем Бра, Пабло Пикассо и Хуаном Грисом. В начале 20-го столетия следуют многочисленные выставки работ в Сен-Жире в осеннем салоне и галереи Берте-Вейл в Париже, в Берлине и в Нью-Йорке. Международная известность и признание, как художник растут, он получает предложение работать в Парижских художных академиях. Во время Первой мировой войны художник был призван в армию. По окончании боевых действий возвращается в Париж, где и живет до конца жизни. С исключением пребывания в Бандоле до 1943 года во время оккупации Франции немцев. В 1950-1953 годах художник преподает в Парижской академии прочет. В своем творчестве впервые ориентировался на неоимпрессионистов, что привело его в период между 1995 и 1908 годами к выработке мозаичного узора. Эти ранние неоимпрессионистические работы являются своего рода мостом к более поздним кубистским произведениям. Постепенно стиль художника становится все более геометричным. Его художественная композиция совершенствуется благодаря творческому влиянию таких мастеров, как Брак, Пикассо и Грис. Картины, эксенджи, написанные им в 1909-1910 годах, являются эталонными для определения такого художественного направления, как аналитический кубизм. Однако современная критика для этого стиля была исключительно негативной. В 1920-е годы художник постепенно отходит от кубизма. В 1910 году он излагает свое видение искусства в теоретической работе заметки о живописи. Умер художник 3 ноября 1956 года в Париже. Ну вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике, который прошел путь от не импрессионизма, а через фавизму к кубизму, Жан Митценджи. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok